И вот обратите внимание, видишь, это все сделано руками детей. И видишь, есть какой материал. Смотри, мы расставились из того пространства, где фантазия его раздела. Смотришь, вот здесь выложены горы, деревья. Вот там вот патет, изображение чьего? Женство сначала мужское. А, а, иньянь? Абсолютно, в частности, да, иньянь, да. Вообще здесь работает фантазия художника. Кстати, и особенность Тикоса, это коллективное творчество. Здесь невозможно выполнять эту задачу, если не работает множество одухотворенные, одним образом промыслия, договориться, что, о чем. И потом пошла работа. То есть вместе собираются, соображают, прикидывают, какие-то эскизы, держи. И пошла интуиция. И это лучше, чем на бумагу сначала, потом из проекта сюда, получается, перерисовывать. А когда прям сразу фантазия реализуется, то, поскольку это реализуется фантазия прямо на стене, и прямо уже в материал, то возникает ответственность за то, что делаешь. Соцветочность возникает. Это самый лучший учитель. Когда ответственно выполнить задачу. Но выполнить надо обязательно, поскольку ты уже в нее вошел. Это чем? Но ты, это же непреложность уже. То есть то, что уже все, нельзя. Когда ты, скажем, как с парашюта прыгнул, да, и ты уже летишь, ты уже не можешь назад вернуться. Мама ради меня обратно. Все, да, да. И все. То есть дашь ему в руки кирпу, лопату или кирпич, или кисть, и он уже все. Он макнул, и уже первый штрих нанес. То, что он первый штрих нанес, то надо что-то из этого как-то потом выходить. Или краску испортил. Нехорошо. Нехорошо. Да, нехорошо. Ну, ты, то есть необходимость лучше учить. Понятно. Это жилая, да, комната? Жилая, девочки. Уже вот здесь. Такой порядок. А порядок они вы сами поддерживают? Нужно ничего, раскидать, разбросать. Ну, конечно, конечно, сами. В каждой комнате есть хозяйка, комната, хозяйка дома. Благовоние. Я являюсь учителем в истории физики, а сейчас идет математика. Так. И здесь уже я выступаю не только как учитель профессионалов, но еще как и ученик, который является разработчиком и работает в программе универсального учителя. В чем работа экипажа отличается от работы класса школьного? Ну, во-первых, здесь позволяется более непосредственная индивидуальная работа, конечно, в виде, что команда гораздо меньше людей, да, и, конечно же, за счет того, что у нас разные образцы команды, мы можем взаимодействовать более индивидуально. Кто бы себя захватывает, помогает тому, кто чуть-чуть медленно может. Я Алина из Белостока, у меня 60 лет, вот, увидела фильм про школу, ну, решила сюда приехать, понравилось очень, вот, ну, решила, как бы, поднимать свою струну. Кажется, тебе занесло, то есть, аж из самого Приморья? Да. Родители не против были? Нет, не против. Что здесь больше всего нравится? Здесь все, хореография, рукопашные, там, рисунок, то есть, процесс обучения тоже идет. Меня зовут Анжелика, мне 13 лет, я из Перевиска, приехала сюда учиться. Сейчас я на испытательном сроке. Ага, то есть, тебя еще могут не взять? Ну, да. Переживаешь? Нет, я уверена, что у меня получится. А почему? Что ты делаешь такого, что вот тебя не могут не взять? Я стараюсь быть активной. Я из Влада, мне 12 лет, я приехала с Чеченой. А, то есть, ты вот просто вот заферствовал? Нет, я видел фильм про эту школу, да, и решил приехать. Ну, здесь как хорошо? Да. А что лучше всего? Ну, вот, народные танцы, там, горская, казачья, рукопашная, занятия. Ну, а не хочется домой вернуться к маме и папе? Ну, бывает. Я Петрович Никита, приехал с Украины. С Украины? Да, в Бердянск. Я из Барнаула. О, алтавец. Да. 11 лет. Узнал про школу, мне мама рассказывала из книг. Вот. Приехал сюда, ну, прошел испытательный срок, очень понравилось. Захотел учиться здесь. Ты давно здесь? 22 июня. Я Юрий, мне 13 лет, я с Владимиром Стоком. Ну, я приехал сюда год назад. У меня любимые предметы биологии, химии. Я просто это никогда не мог понять. Вот есть такой аппарат Гольджи в клетке, да? Угу. Синтезирует молитву глоб, да, и отправляет ее в молекулу АТР. Слушай, а у тебя синяк под левым глазом? Это ты с кого дрался? Да не, я не дрался. Так? Косяк ударился. Меня зовут Анна. Я приехала из Курской области, из города Железногорска. Да. Мне 14 лет. 15. Вот, узнала про школу тоже из фильма. Еще фильм очень старый, 99-го года. Вот. И решила приехать. Ты давно здесь? Ну, уже три с половиной года. Угу. Очень большая. Получилось так, что я приехала, и уже за год, то есть 6-го класса, за год, получается, я закончила 11 уже здесь, на базе школы. Вот. Что ж ты мешала-то в родном городе так быстро учиться? Сама система образования, которая была у нас в школе, и, в принципе, сейчас бытует везде. Вот. Просто изначально я, конечно, приехала сюда просто учиться, да, то есть как обычную школу. Я просто совершенно не знала, что здесь. Вот. Но со временем я поняла, что на самом деле это важная работа именно на новую систему образования. То есть я уже чувствую себя сотрудником и разработчиком именно вот нового чего-то. Ты закончила школу? Да. Сколько? Два года назад? Да. И дальше ты? Поступил в университет педагогический, то есть чтобы уже полноправно. В какой? В набережной Челнинский. Ага. Ну, ты Челны там, а ты здесь. Да. В заочнице? В заочнице? Да. И сейчас улучшишься? Да. На третьем курсе. И правильно пропыдаешься? И здесь ребятам пропыдаешься? Ну, конечно. Мы называем все же математикой, рассматриваем ее через геометрию. То есть мы рассматриваем всю математику сразу через ее грань геометрии. Используем здесь алгебрические выражения, вот такие вот теоремки по городу, допустим, да, теоремки очень сложные. То есть алгебра, да? А что задачи? Задачи здесь по планиметре, значит, то есть на плоскости сейчас. Ну, условия какие? Условия такие? Да. Да. Значит, дана окружность, к ней проведены две касательные за одной точки. Нужно найти расстояние между точками касания с окружностью. Тут у нас были обои, красивые обои. Приехали пожарные, говорят, нет, это все-таки горючие, елки зеленые. Сняли обои, а теперь штукатурка, она такая вот, декоративная. Но, всяк раз, когда какая-то новая задача решалась, мы не уступали в том, чтобы ухудшить. Состояние коллектива, образа пространства окружающего. Мы старались сделать лучше. Несмотря на то, что напряжение растет, чтобы ни в коем случае не было отступления. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok